всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так ну давай посмотрим я нахожусь в лиге мастеров одна звезда у нас ранг 77 сегодня суббота и что мы делаем да правильно ребята мы с вами дальше продвигаемся подожди ну ладно фиксим муха так а если они выйдут из-под контроля будет не такая муха потом давай-ка мы наверно перестрахуемся с помощью рафаэля вот так вот то есть рафаэль и леонардо потому что тут майки 68 уровень ну почти 70 не кроме то он может ну конечно рафаэля моего не переплюнет это понятное дело но он все равно может где-то сделать уклонение уже ничего он не сделает и леонардо тогда добивает в общем повезло здесь нам и прекрасно что я могу сказать получилось так наша цель сегодня дойти до лиги мастеров 3 звезды цель то конечно одно а сделать это совсем другое но мы попытаемся так наверно мне не дадут 717 23 поэтому придется пока ребят не вылетай пожалуйста да она взяла и вылетела что-то зачастила я серьезно тебе говорю зачастили ребята вылета вылеты раньше не было написано ваш как он называется ваш антивирусник блокирует типа систему почему наверно он блокирует vpn скорее всего из-за этого наверно все получается такая фигня красивый король а ты не справился к сожалению хотя он сотового уровня и он не справился плохо такой расклад меня не устраивает если честно но зато у нас уже почти половина пути пройдено так 1622 возьму наверно бакстера здесь и дозек уйди отсюда бакстера и наверное будет у нас пиццелицей обоих довольно неплохая массовая атака что у пиццелицова что у бакстера бакстер еще вешает постепенно урон а пиццелицей кстати когда бросает плюху свою чё там делает по-моему замедляет врагов да этот постепенку вешает а вот пиццелицей я не помню ребят или он просто чистый физ урон наносит почему-то мне казалось что он типа замедление что-то такое должно быть но давай тридцаточку ребята 49 позиция стала 46 офигеть это почему всего лишь три ступеньки мне дали проскочить но вы конечно молодцы да игра ты меня радуешь просто ты меня просто этим обрадовала взяла три ступеньки мне прибавила и будь свободен как говорится но алопекс давай мсти алопекс у нас соточка поэтому ну да у нее не самый мощный удар но зато причем ребята никакого дебафа она не вешает у чисто физ урон донателло да он постепенку вешает леонардо у нас кстати леонардо вот вот что ребята мы наверно знаешь что с тобой будем прокачивать после донателло леонардо теневого леонардо будем прокачивать на сотку у него две массовые атаки одна из них очень хорошая то есть она блокирует хилл то есть нам уже не страшны будут по идее лекари хотя они и так как бы нам не страшны но бывает же такое что мы с тобой например эйприл не добили да или там кирби стоишь и думаешь блин а чё делать-то как быть-то а тут бац тебе леонардо бросает свой пузырёк с антихиллом и все и они ничего сделать себе не смогут и насколько я могу понимать антихилл работает даже в то время когда я правда не знаю вот он может например есть такие персонажи у которых пассивка идет с хиллом то есть у него может выпасть хилл восстановления лечения там 25-40 процентов в его ход и вот если мы например вешаем вот тут анти лечилку сможет ли он на себя повесить вот такой баф вопрос интересный да нами это кстати еще не проверено по моему а меня вот этот вопрос заинтересовал действительно сможет ли он но даже если он и повесит или давай скажем так на нем этот баф висит а ну сразу же он тогда если этот баф на нем висит наш леонардо его сразу перекрывает перечеркивает слушай ну тогда он просто на себя не сможет повесить логично же ой-ой-ой-ой-ой-ой тут ребята что-то я как-то 4 тут как-то немножко нет нет какие же вы медлительные а какие же вы медлительные что макман что ванька блин но я бы ни за что не подумал что рафаэль с сайми он рафаэль фильм точнее чё с сайми то всегда с сайми сможет опять вылетает друзья опять вылетела прикинь и причем я заметил на одном и том же моменте как мы только с тобой выигрываем бой когда вот этот идет подсчет наших кубков вот в этот момент она вылетает странно что вообще происходит последнее время с этими эмуляторами а с моими бравл старс лагает черепашки стали вылетать драконы всадники олуха кстати тоже стали вылетать причем пишет что нет соединения с интернетом блин задолбало вот это все так давай крайне наказывай короче всех красавчик по красоте так и кстати мы на каком там уже месте находимся ага ну все ребята еще наверно да пару каточек и мы с тобой в лиге мастеров 2 звезды а там как говорится и рукой подать до трех звездочек давай я возьму армагона так с армагон ну давай вот так вот сделаем но здесь по скорости только лишь армагон выигрывает потому что если брать железноголового и джастина они самые самые медлительные из всех я даже знаю по моему железноголовый по моему самый медленный джастин вроде бы его немножко опережает по скорости но железноголовый по крайней мере вот именно на этой прокачке на этом уровне я не знаю может на сотке он чуть-чуть будет получше так опять ребята вижу противника это у нас майки но тут наверно лучше не рисковать на всякий случай взять вот эту команду в первую очередь надо вырубить микки нажал он 78 уровня почти на пределе 79 это последний давай я уклонение поставлю на всякий случай мало ли он вдруг он ударить захочет ты посмотри он пошел бить он пошел ребята бить я думал что он все-таки повисит уклонение нет самый первый одуплился ну тут остается просто их напросто легенько тогда бить ну и хорошо вот сплинтер ребята сплинтер как бы хорош тем что он все время контратакует но он плохо тем что у него нету массовых атак и он какой-то несуразный он ватный его его очень быстро разобрать могут а то что он контратакует постоянно но это и массы рафаэль делает в принципе так усаги и наверно супершреддер усаги и супершреддер у нас откатов 13 штук даже если мы с тобой будем по одному а у нас не получится маузер не потянет маузер не потянет свыше 70 какого-то 4 уровня он не сможет их всех разбирать оставлять кого-то на прихватки но у нас нет довольно прокачанных персонажей у нас там осталось по моему семидесятники если не ошибаюсь они не справятся они просто физически не потянут что два отката шли брать постоянно блин ну здесь то я надеюсь ты вытянешь сейчас проверим ребят но если нет то это будет крах так проверяем 72 и 74 уровни против нас нет смотри маузер справился ребят здесь он справился видимо тут такие персонажи дали как раз под него ну чтобы он их мог разбирать такс ну что же а мы продолжаем так 1723 я беру маузера и возьму 73 ну давай вот так вот сделаем они конечно уступают им все-таки 71 уровня но я надеюсь что у меня маузер парочку с собой все-таки заберет он почти всех забрал а ну-ка красно так змея карает блин у него вместо рук ты заметил у нее змеи офигеть она мутировала да но лучше так по крайней мере чем быть как тимоти этот мутагеноидом ходячая прозрачная бочка блин с глазами да с мозгами конечно вообще жесть так ну что я взял опять же маузера пум-пум-пум-пум блин очкова так делать давай возьмем карайку возьму карай хоть одна из 70 уровня ребята инициатива неплохая она должна сейчас маузер начали сходит а карайка если что она уже сможет добить давай родная жух прекрасно да карайка ребят делает свое дело она у нас кстати по фулке прокачано вообще по моему нет так ну что маузер давай выходи о 70 тут уже все ребята тут уже шутки то в сторону 79 уровень это максимальный допустимый здесь то есть тут даже маузер мой на сотки вырубать их не будет по крайней мере 79 так а лапекс ну-ка только нормально урон нанеси пожалуйста им чтобы добить осталось слушай да она великолепно ребята звезданула просто шикарно всех покромсала там осталось только действительно добить их а у меня почему-то ситуация что наша лапекс она не очень так сильно бьет не знаю чем это связано такой осадочек остался видимо когда она была еще не прокачанная мы ее брали и она не справлялась со своими обязанностями и вот у меня как-то осталось это все равно что сейчас взять я не знаю джастина да и он будет тут всех рвать ну это конечно ребят такого такого не будет маузер 79 тихо 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 а ну давай на проверку раз два три блин там еще майки ё-моё и муха ну-ка сколько вдаришь слушай ну прекрасно ребят прекрасного дает выдает почти половину хп отнимает у всех наших противников но то что по скорости она опережает вот надо как-то взять знаешь кого а лапекс и рафаэля и посмотреть кто у них по инициативе куча давай попробуем с тобой такую ставочку сделать такс вот лапекс и вот рафаэль давай глянем мне вот просто самому интересно кто у них будет первым ходить все-таки все-таки ребята рафаэль рафаэль получается самый рафаэль получится ребята самый быстрый персонаж в игре потому что он переплевывает зека а вот интересно если взять зека я лапекс кто там будет а первым потому что он у нас идет кто зек был до предовремени одним из самых скоростных персонажей у нас так потом у нас появился рафаэль подожди а зека же еще кто-то у нас переплевывал по скорости а маузер и по-моему до маузер переплевывает чего да слушай но здесь придется 3 персонажа взять я сомневаюсь что они тут втроем вдвоем точнее справиться ладно вот так вот сделаем блин все равно все равно не справиться скорее всего у зека слабая атака у лапекс тоже не особо мощная все-таки а лапекс ребята она переплевывает она переплевывает зека то есть она уступает только лишь получается рафаэлю ёк макарёк я вот об этом ребята и говорил давай паутинку есть ясно буду знать что лапекс у нас на втором месте хотя с маузерами мы же брали ее были не хотим не тратить три отката на эти проверки давай в следующий раз уже проверим в данный момент просто запомним что лапекс у нас стоит пока на втором месте а вот кстати мы сейчас и проверим ребят вот сейчас мы и проверим да нет маузер должны быть ребята впереди планет всей ага слушай получается нам на втором месте прикинь запомните ребята аллапекс в данный момент вот пока у меня не персонажи не все прокачаны на сутку я не могу твердо тебе и уверенно сказать что это единственный персонаж который у нас там на первом или на втором месте это надо судить уже когда все прокачаны все на сотку плюс со всеми скиллами потому что мы некоторым дает ускорение еще что но на данный момент у меня аллапекс на втором месте после рафаэля ребята мы с вами уже на грани беремся то есть у меня откатов больше нет придется такой вот неполной командой драться и мне что-то немножко боязно под почему потому что маузер скорее всего не добьет а эти 70 уровня а тут 79 хоть у них и нет хилов а нет есть хил у них же этот донателло хиляет и как раз то он и не упал ё-моё ну-ка прекрасно прекрасно хотя бы здесь добил ну что же отличный раунд мы переходим чтобы в лигу мастеров три звезды позиция 98 это конечно слабенько все для нас но мы перешли и это самое главное так забираем с тобой здесь награды 5 долларов кинули нам так здесь забираем и пошли в поединке подожди не в поединке ребята вначале мы сделаем с тобой серию испытаний потому что опять мы с на пятницу все протратим слышай кран то уже стоит ждет грубо говоря уже стоит нас трёме ребят уже да зак отвали уже как говорится чувствует запашок наших потных героев уйди нифига ты влупил ну как Кусани его, пожалуйста, три разика. Три разика его кусани. Угу. На нафиг. Пощечину ему. Прекрасно. Так, ну вообще я Леонардо взял сюда, чтобы хернуть команду нашу, если честно. А у нас получилось наоборот, блин. Давай так сделаем. Лео, Лео, ты будешь ходить-то? Вот, вот, спасибочки большое тебе. Прекрасно, ребят. По крайней мере, залечил раны нашим бойцам, и они теперь как свеженькие. Как огурчики. А погнали. Ребят, погнали. Наваляю я сегодня кренгу. От души, как говорится. Пробивным. Давай так, наверное. Оп. Куда ты лезешь, а? Титька тараканья, на. Так, дальше что у нас тут? Массовая атака есть? Есть. Хлоп. Слушай, но мы сейчас не будем тратить, потому что, ребят, нам еще там поединок, и уже кренг будет. Нам на кренга-то тоже нужно оставить. Как говорится, на сладенькое ему. Готово. Ну вот мы и дошли до кренга. Вот мы и до... Подожди, какой собрать-то? Что ты делаешь-то? Раз, два, три, четыре, пять. Леонардо, конечно, можно было бы и не брать здесь, на самом деле. Лучше кого-нибудь другого. Потому что Ахилл у него потр... А, ну майки можно было взять, да? Можно было бы и майки взять. Массовая атака, я. Смотри, он еще и понизил мне защиту. Бамс. Хвостом. Че? Фига себе, ребята, выстрелил, называется. Фига, парень мощный. Ребят, ну то, что он, конечно... Блин, кожеголовому столько здоровья стоял. Че-то мне не нравится этот расклад. Нам надо бы сейчас кренгом просто безжалостно бомбить, чтобы он... Кожеголовому не навредил. Да-да-да, здорово-здорово. Вперед. У нас тоже такой есть. Блин, ребят, мне это хило, а. А ну-ка, лучом. Крэнг против крэнга. Давай вот так сделаем. На, на, на тебе. А, у нас... А почему кожеголовый у нас залеченный был? Че-то я не понял. У нас кожеголовый был залеченный. Сейчас ему отняли столько урона, сколько у него было до того, как мы сюда пришли. Че-то я не понял. Сам себя отхилил, что ли? Да, ребята, крэнг получил... Грязным ботинком прям... По своему таблищу. Ну... Забираем здесь награды. Собрать и сбросить. Открыть. Все. Так, ребят, 39 долларов. Почти 12 тысяч мутагена. 44 пиццы. И 11 телепортов. Нормально, я тебе скажу. Он очень, даже неплохо. Дубль. Ну, и тут тоже дубли пошли. Леонардо. Как-то мало разнообразия, да? По карточкам. Так, серия испытаний пройдена. Ну что, теперь идем... Где наш Донни? Вот он. Паруру не хватит? Да, ребята, 20... Ой, 20-й. 80-й уровень он получает. Так, а нам надо с тобой найти 4 пункта управления. Ой, от телевизора. Раз. Два. Три. Последний, дай. Четыре. Все, четыре пульта мы нашли. И улучшая. Ага, нет, улучшая. Так, четыре геймпада. Четыре геймпада. Если найдем, конечно, мы... Один есть. Один есть. Ну, давай дальше-то, ну. Так, второй. Не хочет давать. Второй, говорю. Не дает. Ты жук, а. Ну, геймпад. Твою налево. Не хочет, а. Так, давай я попробую. Здесь. Ни в какой, ребят. Так, у меня и пицца кончилась. Блин, не получилось у меня. Не получилось. Ладно, забираем с тобой награды. Так, и у нас должно быть что? У нас должно открыться... Испытание. Поехали. Так, так, так. И вот так. Хотя вместо зэка лучше мне взять... Да, лучше пицелиться его возьму. Хоть зэк, конечно, и быстрый. А, вместо Ваньки можно было бы зэка взять. Ладно, фиг с ним. Что, Вань... Нет. Ванька медлительный. Очень медлительный. Готово. Такс, ну что? Давай крыс на них натравим. На. Маленькой девочке таким кулачищем зарядила, а. Так, здесь Кирби. Ну, давай так вот сделаем. Да, не хотел бы я получить такими когтями в лицо. Или серпами вот такими. Тун, тун. Нормально. Нормально, ребяточки, тут справились. Что у нас там остается? Остается еще два раза. Так, ну что, снаряжение союзники мы получили. Давайте будем пытаться выводить эксперт снаряжения. Так, еще одно снаряжение союзники выпало нам. Есть. Все, ребята. Переходим с вами на... Эпизод 2. Нет, я, наверное, оставлю Ваньку. Пускай стоит. Ну, я думаю, что здесь, наверное, можно просто, ребята, бомбить. Не обязательно сейчас делать супер-атаку. Слушай, она хорошо хилов валит, кстати. В отличие от Ромагона. Вообще, а в отличие от них вообще всех. Они почему-то как-то не могут забомбить. Так, Железноголову, успокойся. Окей. Так, поехали. Хлоп. Блин, фигня какая-то получилась. Ладно, давай, добивай их. Прошуршало. Ну и последняя. Единственное, что нам не хватит здесь пофармить. Потому что за этот поединок сколько дали? Четыре? Четыре сыра, да? Получается. И там за каждой... За каждую попытку еще четыре сыра, получается, нам надо тратить. Точнее, не сыр. И сыра, и телепортов. То есть, наверное, на один раз только хватит. На два. На два раза хватит, ребят. Так, мимо. Блин, мимо. Мимо. Но все равно, ребят, одно эксперт-снаряжение мы получили. Так, что у нас? Все получается на сегодня, да, друзья? Ну да. И причем, заметь, дальше уже никаких вылетов у нас не было. Но все равно это очень странно. Вот то, что она вылетает. Причем она вылетает во многих играх. Я понимаю, там где-нибудь в одной вылетало бы. Но практически во всех. Может, памяти не хватает. Я имею в виду, в каждом эмуляторе есть определенное свое количество объем памяти. Куда у нас там игры сохраняет и все. Может быть, там забито все. Ладно, друзья мои. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.